Здравствуйте. Сегодня у нас не то чтобы совсем такая лекция, все же я не профессор каких-то наук, а такая лекция-презентация, презентация важной книги известного немецкого философа. Но я хотел бы для начала спросить, есть ли в зале люди, кроме меня, которые считают себя марксистами. Пусть они поднимут руки. Смелее зачета не будет. Но вам будет не очень интересно всем, потому что я буду говорить довольно очевидные для вас вещи, а для всех остальных я попробую, надеюсь, оказаться хоть сколько-то полезным и увлекательным. И начну я вот с чего. Как так получилось вообще, что я прочитал «Капитал» полностью пару лет назад? Как человек левых взглядов, я, конечно, неоднократно много читал Маркса в разные периоды своей жизни, но «Капитал» не был моей любимой книгой. Если уж называть какие-то мои любимые тексты, наиболее вдохновляющие меня у Маркса, это немецкая идеология, наверное, 18-я Брюмера, нищета философии, критика гегелевской теории права, вот это вот все. А «Капитал» всегда представлялся мне таким довольно тягомотным, слишком толстым, слишком политэкономическим. Да, и, конечно, я считал, что я знаком с ним в пересказе, в каких-то переложениях многочисленных. То есть я как-то представляю себе, о чем там, и я вот жил с этим ощущением. И вот я читаю книгу «Слава и Жижика», вот она передо мной лежит, «Размышления в красном цвете» она называется. Она издана здесь издательством «Европа» Глеба Павловского, а по-английски она называется более интересно «Reflection in a Red Eye», то есть это эффект красных глаз фотографический. Наверное, есть люди, которые не понимают, что такое эффект красных глаз в силу возраста. При снимке на Polaroid это возникало еще 15-20 лет назад. И Жижик использовал эту игру слов для названия своей книги о марксизме. И вот я читаю ее. Жижик один из самых каких-то вдохновляющих меня марксистских философов при всей его эстрадности. И там он приводит вот такой отрывок из «Капитала» о том, что «Капитал» — это некое динамическое общественное отношение, которое сводится к самовозрастанию стоимости. И вот он иллюстрирует это. И вот такое место из Маркса у него. Она, то есть стоимость, отличает себя как первоначальную стоимость от себя самой, как прибавочной стоимости, подобно тому, как бог-отец отличает от самого себя как бога-сына, хотя оба они одного возраста и в действительности составляют лишь одно лицо. Ибо лишь благодаря прибавочной стоимости в 10 фунтов стерлингов авансированные сто фунтов стерлингов становятся капиталом. И как только они стали им, как только родился сын, а через сына и отец, тотчас же снова исчезает их различие, и оба они единая суть — сто фунтов стерлингов. Ну, сначала, и так прочитав, сразу хочется спросить, а с рублями такая же фигня работает, нет? И сначала я подумал, что да, это так красиво и дерзко схвачено, возникновение новых денег, феномен капитала уподоблен тут этой неслиянности и неразделенности бога-отца и бога-сына в христианском догмате. Отличная, остроумная иллюстрация, а с другой стороны такая антиклирикальная шутка, весьма смелая по тем временам, а может быть и по нашим в России уже весьма смелая тоже. А с третьей стороны мы обнаруживаем тут в христианском догмате, в теологической формуле пример диалектической логики. Такой вот шик и блеск. Потом я задумался, я почувствовал какой-то дискомфорт явный, и я прочитал еще раз. Ибо лишь благодаря прибавочной стоимости в 10 фунтов стерлингов авансированные 100 фунтов стерлингов становятся капиталом. И как только они стали им, как только родился сын, а через сына и отец, тотчас снова исчезает их различие, и оба они едины суть 100 фунтов стерлингов. Я понял, что мне что-то мешает это понять. Почему в последней строке 100 фунтов стерлингов? Авансированного было 100. Возникла прибавочная стоимость, равная 10. Возникает капитал, равный 110 фунтам. Разве нет? Весь день я перечитывал это место. Я ломал над этим голову, погружаясь в самый мучительный вид отчаяния, в интеллектуальное отчаяние, когда ты понимаешь, что ты не понимаешь, но понятнее от этого не становится. Ну и пока мне не пришла спасительная мысль заглянуть в первоисточник, чтобы как-то из контекста, из текста понять. Это четвертая глава, превращение денег в капитал. Я заглядываю туда и вижу, что это опечатка, конечно же, что оба они едины суть 110 фунтов стерлингов у Маркса. И дальше я начинаю думать, как это могло случиться. Как 110, написано, могли превратиться в 100. И я пытаюсь себе представить эту ситуацию. Я понимаю, что, скорее всего, мы имеем дело здесь с идеологией. Это очевидно, что в голове современного редактора или корректора нет трудовой теории стоимости марксистской. И раз ее нет, поэтому он, исходя из простой бытовой логики, исправляет эту несуразицу очевидную для него, что вложили 100, значит, их там 100 и есть. Откуда бы там 10 дополнительным фунтам стерлингов взяться? То есть это такая идеологическая ошибка, эмблематичная весьма с моей точки зрения. Мне нравится думать, что никто, кроме меня, не заметил этой важной идеологической опечатки в книге Жижика в этой цитате. По крайней мере, в интернете я нигде не видел. Естественно, я как-то сразу постучал по клавишам. Из моих знакомых никто. Когда я так очень страстно живо объясняю своим знакомым, говорю, вы знаете, там такая принципиально важная ошибка, маркситируется неправильно, там 100, они 110. Они так смотрят на меня немного странно. И так или иначе, я начал читать весь остальной текст капитала, уже не смог оторваться, стал интересоваться какой-то общей структурой, прижизненной и посмертной частью этой книги, кто там еще после смерти Маркса этим занимался, переводами конкурирующими. И в этот момент подкрадывается ряд юбилеев. С одной стороны, это 150 лет самому капиталу. Он вышел в Гамбурге 150 лет назад, в октябре, а вот 17-го года был юбилей полгода назад. А с другой стороны, 200 лет самому Марксу будет через неделю, 5-го мая. И возникает идея переиздать это с новым предисловием. За это берется издательство «Пальмира», это бывшая амфора петербургская, которая мне предложила как-то так совпало все это сделать. Ну, зачем мы это сделали? Ну, не только для того, чтобы я мог теперь долгое время, тираж большой, оставлять автографы на капитале. Есть еще какие-то другие мотивы. Там есть мое предисловие, о котором я буду много говорить. Сегодня это 55 страниц. Уже по первой реакции несколько недель прошло, я вижу, что многим оно заменит саму книгу в чуть более журналистском виде, с более такими веселыми заголовками, с пропуском некоторых особо сложных мест, с разжевыванием некоторых особо сложных мест. Я это опубликовал в 15 сериях на СНОБе осенью, летом-осенью прошлого года. Из этого чтения, там возникла страница, читаем «Капитал» с Алексеем Цинковым по этому сериалу, он два с половиной месяца длился по выходным. Из этого возникла некая такая, как я ее называю, группа марксистского реагирования небольшая, то есть какие-то люди, которые читали это вместе со мной, задавали вопросы, и сейчас с некоторыми из них я что-то делаю, я очень доволен этим результатом, потому что кто-то из них делает какие-то страницы, связанные с марксизмом, самые разные от марксистского кино до каких-то теоретических моментов. Кто-то там плакаты рисует, кто-то там видео какое-то снимает и так далее. То есть это мое такое публичное чтение этой книги и попытка ее понять дало здесь какой-то результат. Пока мы готовили все это к публикации, я все это выкладывал частями, к этому процессу подключился неожиданно для меня Александр Эткент, блестящий наш культуролог и литературовед. И мы выступили с некоторой такой совместной работой. Эткент написал свой комментарий к происхождению товара в капитале, то есть какая там система метафор для него, конечно, прежде всего важно. То есть есть ли там какой-то эротический, символический подтекст, отношение труда, материала, превращение продукта в товар. К этой работе с удовольствием подключился еще Клим Колосов, отлично знающий тонкости немецкого языка в данном случае, особенности такого именно слова употребления Марксом. Наша совместная работа, первая какая-то ее порция закончена, ее можно посмотреть на Сигме, она выложена, или ее можно найти и посмотреть на моем WordPress персональном сайте. Будем ли мы это дальше продолжать или нет, мы сейчас решаем. Не очень ясно, но этот промежуточный результат тоже меня вполне устраивает и вдохновляет. Ну то есть как бы вот из этой работы над капиталом разветвилось и проросло уже многое. И это как бы было не зря. Конечно, не обязательно, не обязательно, с моей точки зрения, читать оригинальный текст капитала. Много внятных вполне действительно есть переложений. И даже комиксов. Один я покажу. Это комикс Фила Эванса. Это такой мой фаворит, мой любимый комикс по капиталу, а их много, и вообще по марксизму, и по Марксу. Эванс был таким весьма известным в Британии политическим художником. Он отлично понимал текст, когда над ним работал. В строгом смысле слова это, конечно, не комикс, книжка Эванса. То есть не графический роман с приключениями героев, а основные положения и формулы капитала, проиллюстрированные им. И немножко биографии там есть. И даже, что для меня очень важно, Фил Эванс успел такой подскриптум сделать, что такое кризис 2008 года с точки зрения капитала. Это финальная часть этой книги. Вообще большинство неизвестных таких британских, образованных вообще британцев, включая левых активистов британских, они в частной беседе признаются, что знакомы с содержанием капитала именно по этому комиксу. Но кроме него есть, там можно зайти, например, на сайт Read Manga, для фанатов манги, и там есть в двух частях другой комикс по капиталу. Там вот он с сюжетом, с героями. Это уже настоящий графический роман со всей вот этой манго-японщиной в стиле. Но по мне Эванс все-таки здесь фаворит. Если за пределы капитала немножко выходить и говорить о марксистских комиксах, но их довольно много, и только что по-русски издана биография, тоже нарисованная французская, для школьников. Такой Маркс, вот его судьба для школьников. Чуть раньше для этого от Маргина издавали такую сорбонтскую книжку, которая тоже такая, она иллюстрирована, из картинок, там мало текста, очень красивые иллюстрации в духе советского авангарда 20-х годов. Она называется «Призрак Карла Маркса». Там действительно действует призрак такой Маркса, который является нам во время каждого глобального и экономического кризиса. Ну, название этой книжки, оно такое вообще для первоклассников, для первого знакомства с тем, что был когда-то какой-то Маркс и какие-то темы, образы, совсем для детей. Но понятно, к чему название ее отсылает, к более серьезной и взрослой книжке «Призраки Маркса» Жака Дорида, которая вышла 20 примерно лет назад, в 90-х она там в двух частях была, и в которой он пытался подытожить многое, в том числе и марксистский проект, и как-то спрогнозировать его будущее, и вообще будущее модерна, будущее просвещения, будущее всех этих амбиций. Ну, кроме того, так если говорить о графическом исполнении, можно вспомнить еще… А, еще сейчас выходит, вот прямо на днях, я это видел пока только в интернете в виде картинок, но это должно появиться везде на днях, в «Азбука Аттикус», в таком издательстве, комикс по коммунистическому манифесту, очень известного художника, работающего сейчас с газетой «Гардиан», где он выкладывает свои публичные, такие актуальные комиксы. И если дальше продолжать об иллюстративности такой современной, то можно вспомнить еще, наверное, французскую книжку Бен Саида, «Маркс инструкция по применению». Это не комикс, но там на каждой странице есть какая-нибудь картинка, и они сделаны скандально известной газетой «Шарли Эбдо», этим коллективом. Такие они не вполне приличные порой, но очень веселые. Но вернемся к основной теме. Первый же язык, на который был переведен «Капитал», это русский язык. Второй язык — французский, с немецкого, соответственно. Взялся сначала переводить Бакунин, известный русский анархист, но для него это, наверное, было все-таки слишком сложно, ему, возможно, не хватало усидчивости, потом они и поссорились с Марксом довольно быстро. В итоге Бакунин перевел «Коммунистический манифест», он покороче, поменьше, это брошюра. Дальше взялся за перевод русский революционер Лопатин, они с Марксом дружили, Маркс рекомендовал его даже в руководство интернационала, но тут посадили и отправили на каторгу Чернышевского, и Лопатин все бросил, уехал из Лондона, стал готовить побег Чернышевского из Ссылки, поехал для этого в Сибирь, где был арестован и тоже попал на каторгу, откуда успешно бежал в тайгу во время этапа, потом в эмиграцию. Вообще Лопатин был таким, конечно, революционным суперменом, то есть почему он был уверен в том, что он освободит Чернышевского, потому что на этот момент у него за спиной уже был собственный первый побег из каторги и успешная организация побега Лаврова из каторги, то есть он был специалист по побегам с каторги, это немного отвлекало его от перевода текста капитала. И в итоге, как бы Лопатину стало не до этого, он что-то начал, какие-то там термины, в итоге переводил друг Лопатина, ближайший, Даниэль Сон, это такой русский как бы народник, корреспондент Маркса, Маркс даже учит, общаясь с Даниэль Соном, русский язык, в том числе и для того, чтобы оценить этот перевод. И вскоре Маркс читает Салтыкова щедрина по-русски, смеется над шутками, как мы знаем из воспоминаний Лафарга, например. Ну, цензура пропустила капитал русская, потому что объем, потому что он слишком длинный, и было прямо официальное мнение цензуры, что книги такой длины все равно никто не дочитывает. Их дочитывает такое количество людей смешное, что он никакой угрозы для империи внутренней представлять не может. А вторая причина в том, что Россия там никак не упоминается, что неверно, она в шестом разделе упоминается, просто цензура тоже, она же очень длинная, не дочитала ее до этого места, уже и так ясно, что можно разрешать всю эту непонятную немецкую тягомотину. И единственное, что цензура запретила в первом русском издании и вообще в первом иностранном издании этой книги, это портрет Маркса, непонятно почему. То есть то ли он показался слишком фотографически вначале, то ли слишком внушительным показался, то ли слишком каким-то диким. То есть книга нормальна, вот портрет в эту фотографию нельзя. Это единственное, что они убрали оттуда. Из Данильсона, из этого перевода вырастает тот классический перевод Скворцов, Степанов, Богданов, Базаров. Кажется, что это четыре человека, на самом деле три. Первая фамилия двойная. Который станет классическим переводом. Он закончен в 1909 году. Это советский канон, просто потому, что именно этот перевод был одобрен Лениным. Но чуть раньше, в 1899 году, выходит и альтернативный другой перевод под редакцией Струве, в котором ключевое отличие есть, принципиальное. Базовое понятие верт, в капитале, оно переведено там как ценность, а не как стоимость. Свои неудобства, с моей точки зрения, есть в обоих случаях употребление. Действительно, потребительная стоимость звучит немного странно и запутывает. Миновая нормально звучит, а с потребительной сложнее. Но и потребительная ценность, конечно, куда-то нас к цене отсылает. К тому же Струве в этот момент все более подпадает под влияние кантианских идей. И вот этот вот крен, наклон в сторону философии ценностей, он ощутим даже в этом переводе базовых понятий Маркса. И непонятно, нужен ли здесь этот кантианский акцент. Но мы пошли в данном случае классическим путем. То есть мы взяли канонический перевод, привычный, цитируемый везде. Но я привлек к этой работе в качестве редактора своего петербургского товарища Владимира Плотникова. Он такой марксист, в психоанализе, кроме того, разбирается. Хорошо, он ученик Мазина. Мазин — это главный такой энтузиаст Фрейда и Лакана в нашей стране. И задача перед редактором была поставлена такая — облегчить, уменьшить максимально этот текст. Ну, в итоге на 30% примерно мы его убавили. Это сноски улетели многие, это излишняя какая-то иллюстративность с нашей точки зрения. Самые какие-то тягомотные и необязательные места. Больше всего досталось главам про борьбу за нормальный рабочий день и про закон капиталистического накопления. Ну, марксистские фетишисты нас за это, конечно, проклянут. Но в итоге это выглядит так, как я это хотел бы прочесть, с пропуском того, что показалось мне там самым скучным, необязательным, дополнительным, уже и так ясным, излишне иллюстративным и так далее. В таком виде вот я предлагаю это вашему вниманию. Так гораздо легче и интереснее это читать и смотреть, на мой взгляд. Теперь во второй части, а их будет три, своего выступления, я немножко скажу о самой книге. Что такое вообще марксизм? Есть разные ответы на этот вопрос. Мы помним, может быть, многие помнят с советских времен, что три источника есть у марксизма. Это британская политэкономия, это немецкая философия современная Марксу и это французская политическая мысль. Маркс сравнивал немецкую философию с совой, с совой Минервой, точнее, то есть она такая таращится в ночь, созерцает, такая она пассивная. А французскую политическую мысль соответственно с гальским петухом. Петух такой дерзкий, задиристый, он взвещает какой-то рассвет в этой ночи, какое-то новое время. Ну да, что такое марксизм с моей точки зрения, если совсем просто пытаться это схватить и описать? Ну, я бы мог попытаться в широком и в узком смысле слова ответить на этот вопрос. В широком смысле марксизм, как мне кажется, это утверждение, что наша история направленно движется к бесклассовому горизонту, что причиной этого движения является рост и развитие обмена производственных отношений наших, что двигателем этих отношений является классовая конкуренция, называйте это борьбой классов, войной классов, как угодно. Можно так корректно сказать классовая конкуренция. А с другой стороны, это вот с политической стороны, так, да? А с другой стороны, с неполитической, двигателем этого движения, заданного в указанном направлении, является технологическое развитие, то есть развитие наших технических возможностей, технологическая эволюция, как способ задействовать все большее количество энергии для нашей цивилизации. Вот что такое в широком смысле слова марксизм в моем понимании. В более узком смысле слова, конечно, все, что я сказал сейчас, только что оно основано на трудовой теории стоимости, которая в капитале в наиболее полном виде как раз и изложена в виде системы формул следующих друг из друга. Известно, что Маркс говорил, что если я закончу когда-нибудь капитал, я напишу книгу по математике, и об Альзаке обязательно напишу, литературоведческую книгу. Две вещи, которые он планировал на потом. Но из этой теории следует весь глоссарий, весь словарь этой и не только этой книги Маркса. Мне и не только мне часто говорят, что эта теория, трудовой теории стоимости, недоказуема, она такая закрытая в себе, напоминает какие-то метафизические схоластические построения. Может быть, отчасти это и так, но тут стоит сказать, что и все альтернативные, либеральные, маржиналистские теории предельной полезности, они также недоказуемы, также не доказываются, как могла бы быть доказана теория в физике или в биологии, также эмпирически непроверяемы, также кусают себя за хвост. Но что, я сказал, глоссарий, словарий, что это за понятия основные, которые Маркс ввел в капитале, или, даже если они до него существовали, радикально их переосмыслил и наполнил совершенно собственным оригинальным смыслом. Но в капитале и в сопутствующих рядом лежащих каких-то текстах сателлитов. Конечно, это прибавочная стоимость, которая бывает абсолютной и относительной. Конечно, это рабочая сила как базовый ресурс воспроизводства капитала. Конечно, это постоянный капитал, то есть машины и переменный капитал, то есть люди. Конечно, это товарный фетишизм или фетишистский характер товара как особая специфическая историческая форма отчуждения. Это абстрактный труд и конкретный труд. Это всеобщий труд, еще там есть важное понятие. Это классы. Тут довольно интересный момент, что работая над третьим томом капитала, Маркс пишет, что наконец-то нужно разобраться с классами. Мы как-то интуитивно все это, как будто это само собой разумеется, всегда подразумевали везде. А вот сейчас я наконец-то отчетливо напишу, что такое классы, как они определяются. И написав это, он умирает, ничего не написав. И так обычно я, когда в эти дискуссии о классах заходят, говорю, что основное отличие класса в марксизме от социологии Вебера, от других каких-то школ, где класс активно как слово употребляется, это в том, что в марксизме класс — это роль, а не место. Вот это важнейшее то, что нужно схватить. Роль, а не место. Это твоя роль в производственных отношениях, а не просто этажность, которую ты занимаешь в соответствии своим уровнем потребления, уровнем воспитания и так далее. И это принципиально важно. В этом смысле, если исходить из того, что это роль, а не место, чисто теоретически представитель рабочего класса может быть богаче и успешнее представителя буржуазии, но однако же он все равно остается представителем рабочего класса, потому что он какой-нибудь высоко квалифицированный специалист на заводе, а какой-нибудь мельчайший буржуа — это рантье, который с трудом сдает свою квартиру. И он все равно остается буржуа, хотя у него меньше денег. Это роль, а не место. Ну да, и все это выводит нас к таким сквозным марксистским темам, как способ производства. Их у Маркса три с половиной. Античный, феодальный, буржуазный. И в одном месте он называет еще азиатский, но нигде потом этого не расшифровывает, поэтому кто-то считает, что азиатский — это вариант оттичного рабовладельческого, кто-то говорит, что нет, это такая отдельная в марксизме тема, но потом он это нигде не комментирует. Это различие, связанное с способами производства, очень важно для меня, потому что с его помощью мы отличаем эпохи в нашей истории не потому, что производят люди, а потому, как именно они это делают. Это очень важно. То есть одинаковая ваза, произведенная разным способом, отсылает нас к абсолютно разным типам цивилизаций. Там по-разному используется трут, по-разному возникает ее стоимость, ее культурная аура по-разному формируется и так далее. Но вот это вот как, а не что. Для меня это было принципиально понять когда-то. Задача капитала, но не описать экономику вообще, как иногда думаю, экономическую, и как многие современные экономисты делают. Открываешь книги, я не экономист, но читаю книги по экономике регулярно. И там обычно описывается экономика как такая вообще, что она вот так функционирует, вот так вот мотивы у людей, вот так вот интересы, вот так это приобретает формы. То есть это в каком-то таком неисторическом, очень часто в таком воздухе абстрактном висит. Конечно, задача капитала — это описать капиталистический способ производства в его индустриальной стадии. Это такое выяснение отношений между длиной рабочего дня, интенсивностью труда и производительностью. Маркс, естественно, заодно рассматривает генезис промышленного капитализма и выходит на, предсказывает концентрацию капитала, монополизацию производств, анализирует кризисы, неизбежную финансиализацию экономики. Такую вот он рассматривает аритмию на всех уровнях этой системы. Аритмию между прибылью и оплатой труда с одной стороны. Аритмию между продуктивностью и спросом с другой стороны. Аритмию между трудом машины и трудом человека с третьей стороны. И, как ему кажется, как он считает, он обнаруживает некий теоретический хотя бы предел возможности этой системы и выходит на нашу видовую задачу человека. Как таковую он считает, что как единый вид мы впервые начинаем не потенциально, а актуально функционировать через феномен мирового рынка. То есть мы становимся единым видом просто потому, что мы все покупатели или продавцы чего-то. Например, мы продавцы своих сил, способностей, возможностей, рабочих часов и так далее. В некой единой планетарной глобальной рыночной системе. Так проявляется наша видовая общность при капитализме впервые. Глобализацию, так он ее называл, универсализацией производства, он описывает. А потом, конечно, после революции коммунистической вот некая возникнет, та же видовая общность будет иначе артикулирована, иначе выглядит, возникнет планетарная, рациональная, такая бескризисная единая экономика. То есть для него рынок — это вычислительная система, которая всегда считается ошибкой. И если эту ошибку исправить и устранить, она перестанет быть рынком, станет чем-то другим, капитал исчезнет, перестанет возникать и вырабатываться, потому что он из этой ошибки следует, в основе этого нового способа производства будет лежать общий интерес, а не прибыль и не привилегии правящего класса. То есть произойдет освобождение труда. Здесь, чтобы понять, о чем он говорит, очень важно держать в уме разницу между английскими словами work. То есть труд как миссия, как такой осознанный метаболизм человека и природы, и labor — наемный, отчужденный труд как товар. То есть основная проблема этой системы по Марксу — это частный характер присвоения результатов общего труда. Но Маркс был сторонником социоморфности знания, то есть его исторической привязанности. И в этом смысле мы можем сказать, что в капитале индустриальный способ производства как бы понимает сам себя, чтобы стать чем-то другим. Потому что согласно диалектической логике понять систему означает отрицать систему. В капитале нет ничего про отчуждение и про идеологию, про ложное сознание, другие важнейшие темы в марксизме, которые развиты совсем в других текстах, более ранних. Все это, то, что я сейчас сказал, неплохо известно и без меня. И не очень понятно, зачем я тут так довольно сумбурно пересказываю собственное предисловие. Давайте лучше попытаемся рассуждать как исторические диалектики и спросить себя о предпосылках возникновения этой изменившей мир нашей книги. Как сам Маркс признавался, работая над капиталом, в это время его более всего вдохновляло движение за освобождение рабов в Америке, то есть гражданская война в США, плюс рабочее движение в Британии, ну и по всей Европе, наверное, тоже, просто он жил в Британии, и польское восстание. Насчет британского рабочего движения, вот, кстати, я жду, летом выйдет фильм Майка Ли, такого британского режиссера, он стал последние годы таким летописцем вообще британской истории, последний его фильм Тернер, про одного из моих любимых художников, он очень неплох, а теперь он снял, и летом будет премьера Питера Лоу, это как раз такой фильм о манчестерской классовой войне в это время, там чуть раньше, там в 16-м году начались эти события, о зарождении независимого рабочего движения в Британии. Все мы помним, что именно из этого замеса родилась тогда газета Guardian, до сих пор существующая, такой вот рабочий класс, который на глазах Маркса как раз превращал свой численный перевес в политическое преимущество. И, соответственно, целью Маркса было разбудить политический аппетит производителей и освободить труд от его стоимостной формы, как он это называл. Если говорить о не общих, а о каких-то биографических причинах для всего этого, то тут есть другой фильм, раз уж мы так сюда, в эту сторону время смотрим, это вышедший полгода назад молодой Маркс Рауля Пека, он уже по-русски, естественно, везде выложен, легко смотрится. Это фильм такой вот о том, как зарождается марксизм, их знакомство с Энгельсом, полемика с Прудоном, Энгельс там говорит Марксу, Карл, тебе не хватает экономических, политэкономических знаний к твоему гигельянству. Маркс отвечает, я быстро учусь. Он работает в газете, и эту газету, в смысле, Маркс, закрывают, и самого его высылают из страны. Газету закрыли, кстати, за русофобию, по личной просьбе Николая Первого, который Фридриху Вильгельму написал, что у вас есть там какой-то такой Маркс в районской газете, он такие вещи пишет про нашу империю и дипломатию, что просто я начинаю в радиоактивном пепле думать, или как это тогда называлось. И как бы вот газету закрыли, и журналистская карьера впервые прервалась Маркса на этом. Но иногда жизнь Маркса представляют себе как такую вот биографию кабинетного ученого, скорее теоретика, особо не маравшего рук в реальной политике, что, конечно, абсолютно не так. Он был выслан за подрывную деятельность из трех стран, то есть из Германии, из Франции и из Бельгии. Его судили в Германии за участие в революции в 1849 году. Он потратил первую часть своего наследства на закупку оружия для немецких повстанцев во время этой революции и потом долгое время очень жил вообще абсолютно без денег. Но в 1871 году, когда он живет уже в Лондоне несколько лет, вся французская пресса, Парижская коммуна, ее подавление, вся французская пресса начинает писать, что наверняка это он из Лондона руководил всей этой революцией и ее устроил. Все французские газеты спорят о том, на какую разведку Маркс работает, чтобы устроить такую подрывную акцию в Париже. Это не так. Никаких подтверждений для этого нет, но репутация дедушки понятна на тот момент. И да, всю заключительную часть жизни он живет в Лондоне, более тихо, наверное, и пишет «Капитал» и другие свои книги, но и там фактически он руководит Международной ассоциацией трудящихся, первым интернационалом, созданным с целью постепенной организации международной революции в Европе и США. Ну, то есть перед нами биография такого ярчайшего представителя контр-элиты, начиная со студенческих лет, когда он там дрался на дуэлях, писал богоборческие стихи в таком совершенно блэк-металлическом духе, нередко попадал в участок за какие-то пьяные кутежи, за разбитые фонари в угаре, был избран председателем такого шутливого общества трирских пьяниц, но при этом писал одновременно блестящую диссертацию про Эпикура, Эпикур как бросающий вызов господствующей идеологии своим атомизмом, своим античным материализмом. Со своим другом Бруно Бауэром Маркс в Бонне уже ездил по улицам на осле, изображая Иисуса. Порой они вламывались в не очень трезвом виде в церковь и пытались там мешать богослужению. То есть это был еще тот еще пусирает такой по тем временам. И, ну, вернемся к тексту, поговорив о биографических причинах. Основным, конечно, противоречием капитала и не только капитала является, на мой взгляд, некоторая двуслойность этого текста. То есть два разных слоя с очень разной степенью убедительности. С одной стороны, это глубокий, оригинальный, чтобы не сказать, гениальный анализ системы товарного производства. А с другой стороны, есть такой публицистический слой, в котором гораздо больше метафор, допущений, какого-то морального негодования порой. Этот слой как раз и посвящен будущему экспроприации экспроприаторов предыдущей революции и коммунизму. То есть из этого убедительного и полезного анализа автоматически не следует, к сожалению, перехода к коммунизму. Не следует этого снятия и преодоления системы, основанной на частной собственности и на присвоении прибыли. Рост неравенства, классовая поляризация, непрерывное развитие производств не гарантируют сами по себе международной революции трудящихся. Наша история может развиваться именно так, но это не точно. Гарантий нет. Одна из версий возможного развития событий Марксом здесь высказывается. Для перехода к социализму, он сам пишет, необходим с его точки зрения достаточный уровень глобализации экономики, мирового производства. И в чем именно эта достаточность измеряется, не вполне понятно. Можно сказать, что капитал, конечно, не за этим и написан. В нем и не должно быть этой переходной карты подробной к новому посткапиталистическому состоянию человечества. Но у Маркса и в других работах удивительно мало на эту тему. Ну, коммунистический манифест, может быть, и то там в конце какие-то основные базовые реформы, с которых коммунизм начнется. Это связано еще и с тем, что он много критиковал утопистов вроде Фурье, то есть рисователей таких дорожных карт и подробных описывателей фаланстеров будущего. Для Маркса важнее здесь было, конечно, схватить тенденцию, самые общие законы, зарегистрировать направление движения в истории. Это проблема двуслойности, о которой я сейчас сказал, этого текста. Она, конечно, осознавалась левыми почти всегда, весьма рано. И поэтому уже у Ленина, у Грамши, у Лукача возникает тема такой созидательной воли партии, не просто как педагога, как она была у Маркса социального, а как инструмента этой коллективной воли. Это выводит нас далеко за пределы предложенного в капитале политэкономического анализа. Это склеивает зато эти два слоя и позволяет перейти от одного к другому. Ну, как можно, я перехожу к третьей части того, что я говорю, как можно читать капитал, в частности, Маркса там вообще сегодня. Ну, можно читать как систему метафор, тропов, приемов, отсылающую нас на некоторых страницах к Диккенсу, например, на некоторых к Лоренсу Стерну, когда Маркс иронизирует к Шекспиру, так важному для Маркса, к каким-то любимым античным его авторам, очень стилистически неоднородный, в этом смысле, такой модернистский, по-разному написанный текст. То есть там какие-то приемы фарса, они соседствуют с мрачным юмором такой готической новеллы и могут сочетаться легко. И много такой антиклирикальной иронии, понятно, много просто обычного мистицизма на уровне образов. Там бестелесные призраки, вервольфы и вампиры, черная магия рынка, мертвецы, вцепившиеся в живых. Но у Маркса в «Капитале» есть место, цитата из Диккенса, из Оливера Твиста, и оно выдуманное. Это речь Билла Сайкса на суде, которой у Диккенса нет. Речь об ответственности ножа за перерезанное им горло. И удивительно, как мало на это обращали внимание, как-то все это читают. Маркс цитирует Диккенса, Оливер Твист, ну, значит, там есть такое, наверное. А это выдуманное, как мог бы говорить этот преступник, главный антигерой, на суде в свое оправдание. Если говорить все же о содержании, а не о стиле, то главные повороты прочтения дальнейшего этой книжки таковы. То есть в германоязычных странах, в Австрии сразу же почти через буквально 10-15 лет после выхода Европе этой книги Рудольф Кильфердзенг пишет собственное продолжение «Финансовый капитал». Так возникает австрийская школа марксизма. В самой Германии Каутский, Бернштейн полемизируют все время над этой книгой. Почему кризисы не фатальны, они спорят. Почему крах системы все время откладывается. То есть более 100 лет назад узлы смысловые какие-то, вот эти темы споров основных, которые левые до сих пор ведут, и не только левые, они до сих пор, они уже определены. Это во-первых, ну например, с чего бы я начал. Можно ли рассматривать торговый капитал как некое нематериальное производство, которое тоже при определенных обстоятельствах может создавать прибавочную стоимость. Там Базаров, Покровский из таких большевистских интеллектуалов на эту тему пишут, дискутируют. Второе, это бесконечные споры о том, где заканчивается производительный труд и начинается непроизводительный. Отсюда третья тема следует вечная дискуссия, где заканчивается пролетариат, то есть о границах класса. То есть можно ли там топ-менеджеров крупной корпорации отнести к пролетариям, ведь он не в доле, он наемный работник тоже. Ну, очевидно, нет. Но отсюда следует вопрос, а где тогда эта граница проходит? То есть чем отличается пролетариат от рабочего класса, а рабочий класс чем отличается от просто наемного работника вообще? Ну, да. Дальше, в начале 20 века, конечно, Ленин и Люксембург в двух разных версиях создают собственную теорию империализма. они создают ее, отталкиваясь от последней главы капитала об особенностях переноса капиталистических отношений в колонии, то есть вот эта зависимость наций друг от друга, включение в мировую капиталистическую систему некапиталистических элементов на тех или иных условиях и ролях. Ну, таким вот мне кажется, что наиболее адекватным развитием марксистской теории империализма тогда начавшейся является сейчас социологическая школа Валерстайна в Америке. Это такой американский социолог. Он жив еще, хотя в весьма преклонном возрасте. У него много учеников довольно харизматичных. Вот, мне кажется, он продолжает и его ученики эту работу дальше. Ну, после Второй мировой войны, уже ближе к нашим временам, начинаются бесконечные споры о том, как именно выглядит составной субъект вот этот революционный, который должен основные, основной агент революции, основные эти изменения произвести. С одной стороны, там Маркуза и новые левые об этом пишут, а с другой, там Хоббсбаум об этом рассуждает, главный британский марксистский историк 20 века. Возможно, этот субъект выглядит как в фильме «Аватар» или в фильме «Голодные игры». То есть это какой-то альянс разочарованных системой специалистов плюс каких-то университетских интеллектуалов, плюс какие-то вот там аборигены, партизаны Третьего мира, не включенные в систему, или в другой версии это никакие не аборигены, а на самом деле представители каких-то радикальных субкультур, какой-то контркультуры, как во времена молодежной революции в 1960-70-х годах 20 века. Сейчас эту систему составного субъекта, такого вот агента, наверное, продолжают в марксистской мысли развивать Антонио Негри, Майкл Харт с их концепцией мультитюда, множество, порождающего такое революционное разнообразие. К этой идее себя как-то, в ней себя видели антиглобалистское движение лет 10-15 назад, начало летовых годов, следом за ним движение Окупай. Но кроме Негри и Харта, о которых я упомянул, наверное, Пауло Верно с его книгой «Грамматика множеств», он так вообще любую коммуникацию в эпоху сетей при позднем капитализме таком информационном предлагает рассматривать как объект эксплуатации и как предмет освобождения. Но вся риторика этих модных интеллектуалов по-прежнему базируется на марксистской трудовой теории, которую они, конечно, предельно растягивают и расширяют. Там текст Негри открываешь, мы делали несколько лет назад «Прайм Рашин Магазин», такой журнал по марксизму, но там он постоянно соотносится с капиталом. Многие марксисты современные пишут о прикариате, то есть о современных работниках с крайне нестабильной занятостью и об их политических возможностях, об особенностях политического сознания. Но обязательно стоит, наверное, сказать о французской полемике, которая длилась там условно с 1950-х по 80-е годы, то есть где-то там 20-25 лет. Общее ее такое настроение, что давайте сделаем шаг назад от капитала, с его фетишизацией производства, от позднего Маркса к раннему, такому Марксу-гуманисту, практически такому экзистенциалисту, если угодно. Пусть марксизм нового поколения будет такой гуманистической антропологией, которая о цельном человеке говорит, который расщеплен капитализмом, а должен быть соединен в соответствии с своей сущностью. О теории преодоления отчуждения, прежде всего. Этим путем идут во Франции, что марксизм такая экзистенциальная самореализация на зло-рыночном отношении. Этим путем идут Рожега Роди, один из главных тогда идеологов Компартии французской, Юсен Гольдман, Андрей Лефевр, который психогеографию создает, который марксистские оптику переносят на историю университетов, историю воспроизводства образования. Сартр, конечно же, который переходит именно к такому типу марксизма в те годы, и близкий к нему Андрей Гордс. Гордс вообще на базе этого нового марксизма, не столь экономического, создает идеологию зеленого движения в 70-х годах. И самый крайний пример такого французского марксизма, богемного, это, наверное, Гидебор с его теорией общества спектакля, с его ситуационистской группой, такие художники, политики одновременно. Общество спектакля как такая товаризация сознания, а не только бытия, как перманентное шоу, как необходимый режим позднего капитализма, его воспроизводства. И только Альтусер из левых интеллектуалов французский отвечает им всем, ну, пара учеников у него была там довольно известных, но все-таки это он один, отвечает им всем, что в своей книге сначала читая «Капитал», потом в ее продолжении «За Маркса», что всем он возражает. Нет, вы снижаете революционную мощность учения таким образом. Это важнейший, «Капитал» — это важнейший структуралистский именно текст. Это понимание человека уникальное как агента неких бессубъектных структур. Своим гуманизмом вы переходите просто на более плоский, менее стратегический уровень мышления. Такой какой-то богемно-чувственный. Альтусер вообще, конечно, эксцентричный такой персонаж. Даже для французских интеллектуалов тех лет известно, что он задушил свою жену в приступе такой марксистской депрессии, ему за это ничего не было, потому что уважаемый человек, интеллектуал расстроился, и настолько влиятельным он был в смысле воспроизводства знаний человеком. Недавно издана, кстати, его переписка с Мирабом Мамардашвили тех лет. Интересно почитать. Там вот он пишет Мирабу, что Мираб, меня опять положили в психиатрическую клинику. Я общаюсь здесь с врачами. Как они могут меня лечить? Я говорю с ними об самых общих ментальных, онтологических вопросах. Они совершают все троцкистские ошибки. Это какие-то троцкистские уклонисты. Чем они могут мне помочь? Какие лекарства они мне могут прописать? Я представляю себе это так, что они просто пытались с ним говорить на его же языке, каком-то марксистском, и он моментально их ловил на каких-то элементарных сектанских политических ошибках. Довольно такая трагикомическая ситуация. Так или иначе, мы имеем сейчас марксистскую культурологию, Фредерик Джеймисон, например. Мы имеем марксистскую арт-критику, Бенджамин Бухло с его журналом «Октобер», или там Бёрджер много его по-русски издают, такой историк визуальности, живописи, фотографии, рекламы британские. Мы имеем музыкальную критику марксистскую в лице Марка Фишера, например, или автора книги «Капиталистический реализм», но вообще прежде всего он известен как такой человек, который о панке, об индустриальной музыке много писал. Или там в лице Марка Эйбола и с его книгой «Грув», которая вышла в серии «Исторический материализм» пару лет назад в Америке. Или литература ведения есть марксистская, Франко Моретти, который вот эти валерстайновские схемы применяет к большим данным, к истории литературы, к истории названий романов, к истории длинных предложений в романах и так далее. Это очень интересно, как он с этим работает. Там есть Терри Иголтон из литературы ведов марксистских известных. По причинам, требующим отдельной лекции, которой сегодня не будет, лет 20-15, наверное, 20 уже назад стало казаться, что в марксизме в современном именно эта критическая теория культуры как-то вышла на первый план. А остальные жанры, в марксизме история, там Хабсбаум ей занимался, социология, Валерстайн, и тем более политэкономия, в особенности она, то есть то, что напрямую связано с капиталом, как-то ушло в тень, как-то ослабло. Что теперь марксисты – это такие знатоки культуры, как массовой, так и элитарной, такие историки рекламы, тонкие ценители некоммерческой музыки и пониматели коммерческой музыки. Это такая традиция культурологии, идущая еще от Вальтера Беньямина, может быть, от Теодора Адорна в не меньшей степени. Получается, что марксисты – культурологи, социологи, историки, но уж точно не экономисты, и такое место даже критиков капиталистической системы слева заняла другая школа, довольно уверенно. Я бы здесь вспомнил, там Стиглица, Кругмана, Пикетти, все эти люди кинсианцы. Они слева критикуют капитализм, но они исходят из абсолютно других установок. Это реформистская критика внутри системы, она подразумевает какую-то просто коррекцию регулярную, некую фатальность кризисов. Хайман Минский – гениальный совершенно теоретик кризисов из вот этой вот школы. То есть как бы вот экономисты здесь немножко сдали. Ну, то есть капитал в современном марксизме как бы и не главное. И многие так думают до сих пор. Но, однако, эта ситуация на глазах меняется. Во-первых, приходит какое-то новое поколение левых интеллектуалов, которых вновь интригует политэкономия. Я мог бы здесь назвать там и Эллен Вуд с ее книгой «История капитала 2003 года». Там очень много про войну как экономическую деятельность. Эрик Райт современной классовой структурой занимается. Там Джоди Дин пишет что-то об экономике. Я думаю, что этот дефицит марксистских экономистов среди западных левых, он, конечно, будет в ближайшие 5-10 лет восполнен. Мне позволяет так думать, ну, хотя бы. Когда я там захожу на сайт журнала, и он кроме журнала активный сайт, там Джакобин, Якобинец. Это основной такой ресурс американских марксистов современных в Нью-Йорке он начался. И я вижу там сколько угодно молодых, еще не сделавших себе просто мирового имени марксистских политэкономов. Во-вторых, вторая причина, ситуация, которая подталкивала марксистов заниматься чем угодно, но только не экономической теорией, она ушла. Да, это отдельная тема, она была во второй половине XX века весьма актуальна. И в-третьих, данные в капитале пророчества многие, они же или сбылись, или наполовину сбылись, или продолжают быть такими зияющими, вопиющими, нерешенными вопросами. Ну, о чем я говорю? Ну, давайте. Относительное обнищание, то есть рост неравенства, который предсказывает Маркс. Ну, очевидно, совершенно везде. Да, сам пирог увеличивается, за счет этого возникает иллюзия, что как-то люди живут лучше, и они действительно живут лучше. Но он ведь не об этом пишет, он пишет об относительном обнищании, что внутри даже самых благополучных стран растет неравенство, как он и предсказывал, и между странами, которые разную роль играют в мировом рынке, оно растет. То есть, ну, как бы в западном мире неравенство сейчас на уровне столетней давности, просто сам пирог стал другого размера. И оно продолжает расти везде. И единственные 30 лет в истории капиталистического общества, когда неравенство снижалось, а не росло, это с 1950-х по 1980-е. Есть отдельная там тема, почему это так. И это именно те 30 лет, когда все в капитале стали как-то сомневаться, ну, потому что что-то как-то не сбывается, не по Марксу все как-то развивается, потому что там двуполярный мир был, шантаж социальный. Это отдельная тема. Маркс не предполагал, что там в течение многих десятилетий будет половина там социализма, строить половину капитализма и оставаться и так далее. И, ну, как бы абсолютного обнищания, да, Маркс, которым писал, тоже не происходит. Тут можно сказать, что он отчасти ошибся. Ну, хотя это смотря, в какую страну мира приехать, конечно, да, и это тоже здесь по-разному можно считать, в чем оно измеряется. Это, ну, рост резервной армии, да, то есть сокращение рабочих мест, рост безработицы. Ну, да, он регистрируется по всем вот макрографикам экономическим, то есть число рабочих мест даже в самых успешных странах, оно мало меняется, особенно если там привнести сюда пропорциональный рост населения, вот так вот считать, да, то есть с учетом роста населения оно не растет, это число или вообще делается меньше, как и предсказывал Маркс, там в самом лучшем случае топчется на месте и то за счет создания каких-то весьма спекулятивных, странных, необязательных форм занятости, там формальных и так далее. Отсюда эта модная тема безусловного базового дохода, что очевидно, что при дальнейшей автоматизации труда, опять же, как Маркс и предсказывал, да, будет все больше людей, которым непонятно, где вообще работать, и как-то вот базовый доход начинает в разных странах, там в Барселоне по одному сценарию, в Финляндии по другому, обсуждаться, как какая-то амортизирующая эту проблему, возможное решение. Что еще там дано в капитале? Тенденция нормы прибыли к понижению. Тут довольно сложно, конечно, как считать. Разные есть выкладки экономистов, но во многих отраслях, очевидно, понижение нормы прибыли. Весь неолиберализм, то есть начиная с 80-х, с 1980-х годов. То есть неолиберализм Лево воспринимает как некое глобальное понижение стоимости труда и ускорение оборота капитала, которое имеет целью спасти норму прибыли, затормозить эту тенденцию к ее снижению. Но по мнению многих Левых, но это их родовое свойство, уже эти возможности во многом исчерпаны на сегодняшний день. То есть если говорить, конечно, совсем так вот грубо, что мы живем в мире, где 3,5 миллиарда пролетариев. То есть людей, которые живут только наемным трудом и самопродажей, они нигде не в доле. Их никогда не было так много ни в количественном, ни в пропорциональном отношении. Даже человечество было меньше во времена Маркса, даже в пропорциональном отношении их было несопоставимо меньше в тот момент. То есть индустриальный пролетариат, конечно, он сильно перемещен и как бы так вроде как исчез в западном мире, но он именно что перемещен. То есть там Китай, Индия, Латинская Америка, он весь там находится. В среднем производительность труда в этом мире вдвое быстрее растет, чем оплата труда. Именно поэтому 1% населения, взрослого населения планеты владеет 40% глобальных активов. То есть по-другому там можно сказать то же самое. Совокупное богатство 1 тысячи людей наверху превышает совокупное богатство 2,5 миллиардов людей внизу. И эта пропасть растет каждый день. Она становится больше, а не меньше. То есть расскажите после этого кому-нибудь, что рыночная экономика это такая система, в которой каждый добивается того, чего он достоин, и что один человек в тысячу раз богаче другого, потому что он просто в тысячу раз полезнее и может для общества в тысячу раз больше сделать. Вот поэтому так и у них разное, вот с точки зрения журнала Forbes, такое разное положение. Ну, в моем предисловии немало таких цифр по темпам роста, по тому там, где рост расходов все менее связан с полезностью для каких-либо, рост доходов, извините, все менее связан с полезностью каких-либо производств. И чтобы не быть совсем голословным насчет важности капитала для современных левых, вдруг это как-то недостаточно убедительно прозвучало, я назову там три примера. Это, во-первых, Фредерик Джеймисон, уже упомянутый, его книга «Репрезентация капитала», «Капитал в кавычках» в данном случае, речь идет именно о тексте Маркса, она 2011 года, но он выводит анализ этого текста на совершенно такой заоблачный уровень, на мой взгляд, экономической философии, если угодно, то есть такой философской системы, главное противоречие которой между процедурами рынка, современными, с одной стороны, и политическими интересами демократии, декларируемой, с другой стороны. То есть для Джеймисона капитал – это такой незаменимый набор моделей мышления, способ понимать систему. Второй пример – это пусть будет Дэвид Харви, он как раз экономист марксистский, экономический географ, если быть точным, его книга «Пределы капитала» существует, у него есть курс из 13 лекций, они там можно их найти, выложены на видео, это такое погружение для людей, которые там по-английски смотрят в капитал в 13 таких вот вводных лекциях современной. Для него, конечно, в капитале важна теория кризисов, прежде всего адаптивных каких-то способностей капитализма. Норма дохода с используемого капитала остается высокой с его точки зрения, потому что часть капитала изымается из обращения, то есть капитал поддерживает собственное воспроизводство некоторым антиобщественным способом, это красивое построение. И вот пару недель назад буквально по-русски вышла его уже ставшая классикой книга «Социальная справедливость и город». Я не буду врать, что я ее уже прочитал, я ее читаю сейчас. Это настоящая экономическая урбанистика, история городов в марксистской оптике. Ну и в-третьих, я бы назвал Пола Мейсона, современного британского футуролога, такого технооптимиста во многом, с его книгой «Посткапитализм». Она вышла два года назад, в которой он увязывает теорию циклов, длинных волн Кондратьева, с технологическими изменениями и с политической перезагрузкой системы. Кое-что в «Капитале» он критикует и как бы пересматривает, но с главным он соглашается. По Мейсону следующие шаги, необходимые для нового экономического подъема всей мировой системы, они несовместимы с сохранением базовых капиталистических отношений. Он много пишет о сетевом производстве, пиринговом, не иерархическом, об антикопирайте необходимом, о контроле общества над капиталом и информацией, об экологическом способе производства, как он это называет, незапрограммированном на прибыль, о тотальной автоматизации, искусственном интеллекте, ссылаясь на модель когнитивного коммунизма Андрея Горца, которого я уже упоминал сегодня. То есть такой культ сетей, свободной информации, как главного производственного фактора ближайшего будущего. И по Мейсону он тоже считает, что капиталистическая система к середине нашего века превратится в нечто совсем другое, и что Маркс это предвидел лучше многих. Мейсон такой модный футуролог, публикующийся в «Гардиан» регулярно. Я ничего не сказал сегодня о советском прочтении «Капитала» и поэтому скажу. В 20-х годах, конечно, профессиональный иллюционер Рязанов создает в Москве институт Маркса и Ленина. Он вывозит в Москву важнейшие архивы, оставшиеся у немецких и австрийских социал-демократов. 20-е годы – это эпоха больших советских дискуссий о капитале. То есть Рязанов мог запросто сказать Сталину на одной из таких дискуссий, и там «Коба, ты же ничего в нашей теории не понимаешь». И неудивительно, что в 1937 году он был расстрелян. Но до этого он успел опубликовать мою любимую. Маркса – это вовсе не «Капитал» по-прежнему, а «Немецкая идеология». Она опубликована только в 30-х годах. До этого она там валялась в архиве, какая-то никому не нужная рукопись. Еще Маркс при жизни шутил, что они с Энгельсом поручили эту книгу «Острозубые критики мышей». Так или иначе, но с 30-х годов, конечно, любые дискуссии по капиталу прекращаются. Это просто опасно. Наступает такая ритуализация советского марксизма. Это просто набор мантр, необходимых для какого-то продвижения по социальной лестнице. Последний, кто на эту тему рассуждал, как-то печатно, публично мыслил, это был Николай Бухарин. Он ездил как раз в Париж за архивом Маркса, который там от фашистов прятали. И такая горькая ирония в том, что в последствии, когда началось на него дело, он был обвинен, что именно там, в Париже, он продался иностранной разведке. На этом все кончилось окончательно, вплоть до оттепеля остановилось. Такой типичный парадокс исторической диалектики. То есть в стране, где марксизм – это официальный какой-то официоз, язык, описание, никакой рефлексии и развития исследования главных марксистских текстов не наблюдается. А в буржуазном мире, с точки зрения марксизма обреченном, ожидающем революции своей, как раз марксистская философия и полемика вокруг капитала разбивается вовсю. Конечно, есть и другая причина этой ритуализации. Кроме страха репрессий, это еще и некоторая успокоенность такая, ощущение того, что все уже свершилось. Мы живем после капитализма, пророчества Маркса сбылись, скоро везде будет, как у нас. Ну и зачем нам этот капитал так уж нужен для изучения, мы экзамен сдали по нему, какие-то мантры повторили и все. То есть вплоть до оттепеля это функционирует так. Оттепель дала, пожалуй, только одного человека, который писал нечто о капитале на таком мировом философском уровне. Это Эвальд Ильенков. Я имею в виду его работу «Диалектика абстрактного и конкретного в капитале». Это серьезное философское осмысление, восхождение от абстрактного к конкретному, господство от абстрактного над конкретным в прикапитализме, проблема идеального, например, стоимости товара он рассматривает, действительность в таком ее саморазвитии, дедукция категорий. То есть это такой феноменальный уровень диалектического мышления на примерах из капитала и трудовой теории Маркса. Такой высший пилотаж советской философии. Но оттепель быстро кончилась, и больше никого нам не дала в этом жанре на таком уровне. Впоследствии Ильенков покончил с собой в 1979 году. Еще, конечно, очень жаль, что Эйзенштейн не снял фильма по капиталу, потому что у него была такая идея, он когда читал Джойса, или по другой версии, когда он встречался даже с Джойсом, я не знаю, насколько это так и было. Он много там сказок про себя всяких придумал. Но вот читая Джойса, у Лис все происходит в один день, мы помним, что там. Он решает также экранизировать капитал, взять один день из жизни рабочего и все эти формулы, всю эту проблематику превратить в какие-то... Сталин посчитал этот план безумием, сумасшествием и не поддержал его. Хотя это было бы интересно. В 2008 году, 10 лет назад, Александр Клуги, такой есть очень известный режиссер, немецкий документалист, он снял, я не помню, сколько там часов, семь или восемь часов, такое кино, если угодно, или киноархив, о том, как мог бы выглядеть капитал Эйзенштейна. Он там интервьюирует массу каких-то кинематографических людей, левых интеллектуалов, какую-то хронику тогдашнюю, какие-то другие моменты из Эйзенштейна. То есть такая бесконечная панорама о несуществующем и неснятом фильме. Тогда был очередной кризис, 2008 год, и это как-то очень пришлось все ко двору и к селу. Ну, так или иначе, 70-е годы, Ильенков, понятно, что с 70-х годов люди, думающие в нашем обществе, уже мало интересовались капиталом и марксистской теорией. Советская система явно входила в какую-то такую финальную стадию такого предсмертного сна какого-то и рухнула в итоге. И с тех позднесоветских времен, конечно, в интеллигентных семьях передается из поколения в поколение такая фамильная аллергия на все, что связано с марксистской риторикой, оптикой, в особенности с политэкономией. И, на мой взгляд, это одна из проблем наших думателей и теоретиков современных. Мне хочется верить, что эта аллергия все же проходит, и марксизм, включая капитал, займет в сознании нашем то место, которое он занимает в сознании западных интеллектуалов или просто в сознании образованных людей в том обществе. А это место одно из важнейших таких направлений в современной философии, в современной социологии, например, а не только философии. То есть это важнейший способ понимать мир и его историю. Я не пытаюсь убедить всех, что коммунизм непременно победит, хотя я думаю именно так. Скорее я работаю на такую задачу возвращения марксизма в местный интеллектуальный контекст как вполне полноправного современного языка описания и самопонимания. И эта книга, я надеюсь, еще один шаг на этом пути, в моем предисловии к ней. Все, о чем я здесь говорил сегодня, изложено гораздо более убедительно, последовательно и глубже. Настоятельно всем рекомендую. Теперь вопросы, реплики, категорические возражения. Так слышно? Да, отлично слышно. Скажите, пожалуйста, чтобы более корректно задавать вам вопросы, вы какое-то профильное образование специализированное имеете по философии, экономике? Ну, я филолог по образованию. Кто? Я филолог, я закончил литературный институт когда-то. Филолог, понятно. Ну, вот после вашего предисловия я так понял, что вы много авторов называете. И у меня сложилось впечатление, что вы хотите донести, что вообще-то марксизм – это не наука. Хотя вы все время говорите, что вы хотите, чтобы вернулось куда-то. Вот у вас здесь, как я прочитал, есть такое выражение. Так, значит, несмотря на многие несбывшиеся пророчества и спорные места, главная книга Маркса вот уже полтора века остается фундаментом критической теории. Я знаю, что есть научная теория, есть экликтическая, есть критическая, есть бредологическая. Скажите, пожалуйста, чем они отличаются? Мне сложно говорить, чем они отличаются. Я недостаточно здесь знаком с контекстом, но я понял, как мне кажется, ваш вопрос, и я с удовольствием отвечу на него. Да, я, конечно, считаю, что в марксизме и в марксистской оптике есть немало допущений, немало тумана и немало того, что Маркс сам называл в немецкой идеологией, идеологией, собственно, а впоследствии Энгельс назвал ложным сознанием. Это так. Однако же, мне кажется, что в марксистской оптике и в понимании истории человека меньше... А что значит марксистская оптика? Ну, хорошо, в марксизме, скажем так. Нет, нет, вы употребляете слова, давайте так, сказали слово, ответьте его содержание. А то, понимаете, у вас слишком много образов, но нет конкретики. Спасибо. В марксистской оптике, то есть в марксистском способе смотреть. Их меньше, на мой взгляд, этих туманных мест, связанных с допущениями, чем в других способах. Если говорить, например, о трех школах в социологии, Дюргейм, Вебер, Маркс, марксистская школа представляется мне наиболее убедительной. То есть марксистский способ самоописания общества истории представляется мне просто, если отвечать по-простому, более убедительным, чем другими, но, конечно, не лишенным каких-то тоже таких вот звеньев, которые вряд ли могут быть доказаны и вряд ли могут быть эмпирически проверены. Поэтому является ли марксизм наукой? Большой вопрос. Я бы ответил так, что марксизм стремится к тому, чтобы быть наукой в большей степени, на мой взгляд, чем другие способы понимания общества. И это до сих пор так. Теперь про критическую теорию. На самом деле это устоявшийся термин. Критическая теория. Где устоявшийся? В каком-то интеллектуальном употреблении. Извините, у нас интеллектуалы выдают за себя, что они ученые. Вот я скажу, я ученый, я интеллектуал. Понимаете, это некорректно. Я не говорил так ни разу сегодня. Вы ответьте на вопрос, чем отличается научная теория от других. Я вам сказал, что критическая, это такая же бредологическая теория. Она никакого отношения к научной теории не имеет. Вы мне дайте ответ, что такое научная теория. Тогда мы будем говорить, у Маркса это научная теория или нет. Ну, Маркс считал, что он создает научную теорию, и что его формулы там проверяются. Чем отличается научная теория от всех других теорий? Есть теоретические предположения. Но есть научная теория. Чем они отличаются? По Попперу существует проверятельный аргумент, что если эта теория может быть опровергнута, значит, мы можем ее дальше подвергать рассмотрению, научному эксперименту, подводить доказательную базу. Если она теоретически не может быть опровергнута и сама себя за хвост кусает, это метафизическое, схоластическое, ненаучное построение. По критической теории я хотел бы сказать, что это все же устоявшееся понятие с 30-40-х годов. Оно связано сначала с франкфуртской школой, с Хархамером, с Адорна, с Маркуса, со всеми этими людьми. Опять вы уходите от вопроса. Что вот критическая теория с их точки зрения, это марксизм, который находится во многом уже за пределами своих классических предметов рассмотрения, за пределами чистой экономической деятельности. Марксизм, примененный там отчасти к психоаналитической проблематике, отчасти к воспроизводству культуры и так далее. То есть марксизм, примененный к неэкономическим областям, традиционно называется критической теорией и остается для современных интеллектуалов, многих из которых я назвал, основанием и вдохновением. Вы приблизительно сейчас делаете такие уже утверждения, как сейчас у нас делают англичане и американцы. Все англичане и американцы. И все. Это убедительно, потому что там интеллектуалы это говорят. Понимаете? Ну какой-то бред. Ну, кстати, вот к тому, что вы сказали, я хотел бы добавить, что мне кажется, что наиболее продуктивное развитие современной марксистской мысли происходит в англосаксонском именно мире, то есть в Британии и в США в последние 20 лет. Вот я с вами не соглашусь, потому что опять кажется. Наука не оперирует. Кажется, я предполагаю, она оперирует категориями и аксиомами, как в любой науке, то есть понятиями, которые однозначно трактуются. А вы лепите тут сплошную пургу. Спасибо. Пожалуйста. У кого-нибудь еще есть вопросы? Я по своему образованию физик. Окончил МИФИ, а потом физтех. Переподготовку проходил. Я вам могу сказать. Наука занимается тем, что устанавливает объективные связи, существующие в природе. Проверка теории, любой, это эксперимент. Если теория объясняет существующие явления и может предсказать их в развитии, предсказать другие явления, которые сейчас нам неизвестны, которые мы потом откроем, экспериментально проверим эти теоретические выводы, это теория. И это и есть наука. С этой точки зрения марксизм является наукой, поскольку он пытается описать производственные отношения, то есть те отношения, в которые вступают люди в процессе производства. Другой вопрос. Насколько он полный описывает? На мой взгляд, марксизм, если сравнить его с другими так называемыми экономическими теориями, ну, в частности, любимой теорией Мордатовой и Горки, которая недостойна фамилии Гайдаров, монетаризм. Марксизм, по крайней мере, лучше описывает отношения между людьми в процессе производства. Потому что те ужасы, о которых описал Маркс в процессе… он причинно-следственные связи показывает. Он законы показывает. Причина-следственные связи – это законы. Когда вам говорят… Вы видите, да? Да. Да. Дело в том, что… Во-первых, не любая. Тогда мы ни историю, ни социологию, ни экономику к наукам не относятся. Математику знаем плохо в большинстве своем. Поэтому для нас не существует аксиом. Для нас существует то, что можно проверить экспериментом. На первой лекции по физике в МИФИ нам преподаватель сказал, если бы Библию писал физик, он написал бы, вначале было дело, и дело – это эксперимент. Если можно экспериментально проверить теорию, это теория. А если нельзя, то это… А что вы можете предложить нам лучше? Теологию, что ли? Какая у вас самокритичная позиция? Слушайте, ну вот раз мы такой тон сегодняшней дискуссии, обсуждения сегодняшнего задря… Маркси так и нужно говорить. Должна быть страсть какая. Вот у меня как бы вопрос о дискуссии. Почему все дискуссии о Марксе… Я просто был на очень многих лекциях и дискуссиях, которые в том или ином ключе затрагивали бы марктизм. Почему они очень часто проходят именно в таком ключе? Почему они до сих пор, спустя 27 лет после распада советской системы, после, скажем так, большого теоретического развития, почему-то они до сих пор вызывают такой яркий отклик? И вот у меня еще недостаточно опыта, насколько он такой же яркий, например, в других странах? Или это только такая российская проблема? У меня есть два ответа на ваш вопрос, хороший и плохой. Первый ответ – это что? Наверное, марксизм просто касается каких-то базовых отношений между нами, нашей жизнью. Он настолько важен, что мы не можем так спокойно и холодно об этом говорить. Настолько это то, о чем Маркс рассуждал в своих и политэкономических, и философских текстах, важно. Это хороший ответ. А плохой ответ, что, может быть, он притягивает к себе истериков, каких-то неврастенников. Нормальные люди просто не интересуются марксизмом. И поэтому они так вот очень громко обычно друг с другом о нем разговаривают. Выбирайте один из двух. Таня, вот сюда. Знаете, у меня один вопрос и одно предложение. Скажи, пожалуйста, гипотетически, например, если бы, например, вас, ваших посторонников, неожиданно вы бы пришли к власти, допустим, в Америке, в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день. Что с точки зрения марксистской теории нужно было бы поменять? Вот в этой системе, например, меня сейчас Маркс интересует только экономика. Что можно было бы поменять? И на что бы это повлияло? Влучшение производительности труда, качество, может быть, социальной справедливости. Или наоборот, например, что могло бы произойти, например, в случае применения данной теории, может быть, наоборот, упало бы произведение труда. То есть то, что было бы в СССР. У социализма есть несколько фатальных проблем. Производительность падает, бюрократия растет, стимул падает и так далее. Ну вот конкретно, вы пришли к ЛАЗе, допустим, в Соединенных Штатах Америки. Ваши первые шаги, например, в плане экономики. Спасибо за вопрос. Я ответил бы на него так. С точки зрения маркса, естественно. Я, конечно, понимаю. В Соединенных Штатах Америки в настоящий момент очень интересная политическая ситуация. Там есть человек, который более или менее меня устраивает и который пользуется огромным политическим весом, по крайней мере, по сравнению с предыдущими эпохами. То есть на последних президентских выборах США каждый пятый американец был готов отдать свой голос Берни Сандерсу, человеку, который называется демократическим социалистом, который так или иначе себя соотносит с марксистской социалистической традицией. Такой поддержки левого социалистического кандидата в истории США, насколько я понимаю, не было вообще никогда, ни в одну из эпох. Все аналогичные там Ральф Найдер, какие-то люди, которые то же самое делали 10, 20, 30 лет назад, у них было 5-7 максимум процентная поддержка. Каждый пятый американец был готов. А когда прогнозировали финальный тур, что если не Клинтон, например, выйдет, а выйдет Сандерс, он был третьим по весу кандидатам, выйдет Сандерс и Трамп, он выигрывал радикально у Трампа. И поэтому демократы не выдвинули Сандерса только потому, что он радикальный социалист. Потому что лучше проиграть с Клинтоном, чем выиграть с Сандерсом с их точки зрения. В этом смысле я мог бы вас просто, например, отослать к его основным идеям. Это радикальная реформа и система медицинского страхования в Америке. И гораздо более радикальная, чем обамовская Medicare. И там налоговая система. И там много чего вплоть до легализации марихуаны у него есть. И как бы интересно, что во времена этой избирательной кампании они еще заложили в этот огромный компьютер. Я забыл сейчас, как он называется на этом новостях. Легко найти какие-то основные социальные вопросы, сформулированная программа, которая должна была отвечать. И компьютер проанализировал основные проблемы американского общества и выдал ответ максимально близкий именно к программе Сандерса, что интересно. Конечно, здесь можно говорить, а кто программу составлял, а кто был программист. Но все равно это интересный такой опыт. То есть в современном США и вообще в англосаксонском мире, но будем говорить о США конкретно, потому что, если говорить о Британии, аналогичная ситуация в Британии с Джереми Кёрбином, который обновил рейбористскую партию радикально, вернул ее во многом к марксистским основаниям, увеличил в разы ее электоральный вес сейчас, был в одном шаге просто от того, чтобы стать премьер-министром, там чуть-чуть ему не хватило веса на последних выборах, стал Тереза Мэй и так далее. То есть такой вот современный какой-то, может быть, он с чьей-то точки зрения недостаточно революционный, может быть, он слишком реформистский, но современный социализм на следующей марксистской традиции, он удивительно востребован, например, в тех же США, вот в данный момент времени, в последние годы. Можно еще одну ремарку? Понимаете, вот когда сейчас наблюдают за многими движениями, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки, я тоже по Фейсбуку переписываю американцев. Мне кажется, знаете, что сейчас международное движение, особенно в США, в других странах Западной Европы, оно имеет немножко какой-то, не то что марксистский вид, многие люди, которые выступают в Америке, протестуют против капиталистической системы труда, у них нет задачи о национализации, о запрете наемного труда, о запрете частных собственных средств производства. Нет, они только за. Единственное, что хотят эти обормоты, это на халяву получать деньги, понимаете, и просто переспределить, то есть, то есть, пролетариат, любви, может быть, люмпин пролетариат хочет эксплуатировать капиталистов, понимаете. То есть, все оставить как есть, без Маркса. Но взять один кусок, что-то, так сказать, добавленная стоимость, которая создается капиталистом, она будет переспределяться, но совершенно другой. Это совместный процесс, если мы возьмем производство… Не совместный процесс. Это совместный процесс капиталиста, наемного труда и потребителя. Нет, это не так. Возьмите любой бизнес-процесс по производству товара от идеи до его реализации и просмотрите, например, что в этом процессе участвует. Ресурсы, кредиты и так далее, технологии и так далее, и, соответственно, продажи. И многие из них орут только в одном. Уверещение пособий на Велфере, перераспределение, причем они не требуют работы, понимаете. Они требуют именно перераспределения этих товаров. Потому что, скажем, переписываю с Доффом, он говорит, что есть интересная книга по поводу американской мечты. Сейчас многие очень американцы, например, в отличие от тех американцев, которые жили, скажем, 1941 по 1971 год, когда производительность труда на 100% вырос, и зарплата росла на 100%. А сейчас, например, с 1971 по 2000, производительность труда увеличится на 100%, а зарплата только на 4%. И более 50% американцев получают зарплату менее, скажем, 30 тысяч долларов в год. То есть происходит люпинизация, очень много бедных. Но я к чему говорю? Я первый вопрос вам задал. Можно было бы применить, скажем, идею Маркса, понимаете. Что значит идея Маркса? Это запрет наемного труда и запрет на частную собственность к средствам производства. Вот можно было бы его идею ризовать, понимаете. То, о чем вы говорите, да. У него не запрет, а преодоление, да, он пишет. Ну, давайте скажем, что запрет, скажем, да. Нет. Нет, запрет на частную, нет. Отсутствие эксплуатации труда это запрет на частную собственность к средствам производства. Правильно? Запрет наемного труда. Случить эти два фактора, их не будет, в принципе. Но в Америке, например, сейчас многие коммунистические движения, да. Я вообще таких слов, например, да, как отмена частной собственности, запрет наемного труда даже вообще не слышал. Только, так сказать, капиталисты плохие, потому что они много зарабатывают. Отдайте нам их деньги, а мы не будем ни черта, ничего делать, понимаете. Вот что такое сейчас современный социализм и коммунизм, понимаете. Вот какая трансформация. Поэтому я говорю, вот с вашей точки зрения, если бы можно было внедрить вот эти два метода, да, отмена частной собственности на средства производства, да, и запрет наемного труда, но в каких-то пропорциях. Вот, как вы считаете, это бы что-то поменяло в современном обществе, в данном случае в Соединенных Штатах Америки или нет, понимаете. Да. Не какие-то налоги там, понимаете, это все следствие. Базовые принципы, фундамент, то, что у нас было при СССР. Да, конечно. Ну, вы много всего сказали, и тут как бы много на что есть отвечать. Во-первых, ну, очевидно, что у вас такой праволиберальный взгляд, он сильно отличается от моей позиции, от моего понимания, как возникают вообще деньги, капитал, стоимость, как участвует в этом труд и так далее. Второй момент связан с тем, что, ну, я думаю, и не только я так думаю, что чем дальше, тем больше работать в смысле наемного труда будет все меньше людей. Это просто неизбежная автоматизация труда к этому ведет. И вообще основным фактором производства там все в большей степени будет становиться информация, называете ее всеобщим интеллектом, как это Маркс называл, называете как угодно и так далее. То есть вот эта вот необходимость в массовом порядке там, да, продавать себя, она все менее становится даже в позднекапиталистическом обществе причиной. Вот это тоже важно. Что касается программы, ну, даже у Маркса и его ближайших последователей не было уж прямо такого, что завтра мы отменяем частную собственность и вводим полный коммунизм. Понятно, что речь шла о какой-то переходной программе, о сокращении. Маркс был принципиальным в капитале, об этом много, и как мы не сокращали, все равно об этом много там осталось. То есть сторонником борьбы как раз за сокращение рабочего дня при сохранении оплаты труда, ровно вот о том, о чем вы говорите, что это важнейший реформистский экономический путь, который приводит в итоге к революционным политическим формам сознания, к должной степени разгруженности, к должной степени там свободы, распоряжения с собой и так далее. То есть везде даже у Маркса и ближайших марксистов речь идет о какой-то постепенной переходной программе. И в этом смысле, если вам действительно интересно, что думают американские социалисты там сегодня, ну посмотрите просто программу Сандерса или программу Корбина, и для вас это будет довольно очевидно. Это разумная, логичная, реформистская, если угодно, набор мер и шагов, которые могут, никто не гарантирует, что это будут, привести к тому состоянию, о котором пишет Маркс, о котором я говорил сегодня так долго. Еще кто-то? Миша? Здравствуйте, у меня вот какой вопрос. По вашему мнению, почему в большинстве стран, где к власти приходили марксистские движения, они постепенно вырождались вот в такие бюрократические диктатуры? Ну да, это тоже такой вопрос. Чем был советский период? Марксисты массу копьев сломали на эту тему. У них есть теория деформированного рабочего государства, которое Троцкий создал, что бюрократия, начинает социализм перерождаться, но все равно это социализм, но он все хуже становится, в нем должна новая революция произойти, или он обрушится назад в капитализм, произошло второе. То есть немало есть марксистов, в этом смысле последователей Троцкого, там Клифф, известный британский марксист, или сейчас в последнее время один из идеологов антиглобалистского движения, Алекс Калинник, с его книгой «Антикапиталистический манифест». То есть они рассуждают вот в таком духе. Существует теория госкапитализма более радикальная в марксизме, что никакого социализма не было вообще, а была стадия государственного капитализма. Это очень так по-ленински звучит, что государственный капитализм, он концентрацию производства максимальную подразумевает, и потом от него уже легко перейти к какой-то коммунистической экономике. И вот как бы эта фракция марксистских интеллектуалов считает, что это был госкапитализм под красным флагом, который вынужден был через такое двойное сознание, через расщепление, все время инсталлировать, изображать сбывшееся счастливым образом марксистское пророчество. Я думаю, что если мы пытаемся по-марксистски отвечать на ваш вопрос, мы должны это как-то к уровню производства и к соответствующему уровню образования отсылать. И здесь два фактора. С одной стороны, в стране с тем уровнем производства, с тем уровнем грамотности невозможно было никакого социализма построить, это совершенно очевидно. И более того, ни Ленин, ни Троцкий, ни вся большинская элита не собирались строить его в одной стране. Это же было до середины 20-х годов общим местом. Они говорили, что строить в одной стране можно, построить в одной стране нельзя. Это международный процесс, это слабое звено с точки зрения теории империализма. Это здесь должно начаться, это должно распространяться. Если это как осажденная крепость в течение десятилетий будет окружено, возникнет авторкийная экономика, достаточная, которая при Сталине и возникла, эта авторкийная экономика не сможет конкурировать, не сможет обеспечивать уровень потребления. А потребление – это очень широкое понятие. Оно к калориям не сводится, оно связано с образованием и много с чем еще. И таким образом эта система будет вырождаться. То есть ее международный характер, он здесь принципиальный. Вот эти два фактора. То есть крестьянская неграмотная страна, низкий уровень производства, неизбежно появление огромной разбуханной бюрократии и несбывшиеся планы, очень радужные по мировой революции, которая вроде бы шла так до 1923-1924 года, потом везде, в Германии, в Венгрии, где угодно, она стала захлебываться, буксовать и тормозить. Вот так я буду. Я хотел уточнить, вот ты вначале сказал, что ваза, сделанная при разных способах производства, с помощью разных способов производства, одна и та же ваза имеет разное значение. Вот не мог бы ты это… И по-разному воспринимается. Не мог бы ты это более подробно объяснить? Это мне кажется довольно любопытно. Любопытно, вот скажем, 10-й айфон, его сделали в Китае, очевидно, с помощью китайского, азиатского способа производства. Нет, азиатский способ производства – это неизвестно, что ли. Свершоп, да? Ну, то есть там какие-то рабочие за копейки на этой патагонной фабрике этот айфон 10-й собрали. Потом его из него, с его помощью, американская компания извлекла там сверхприбыль, соответственно, по совершенно капиталистическому способу. А потом он попал в руки здесь, в России, какого-нибудь человека, который с его помощью понтуется. То есть он становится частью общества, ну, так сказать, важнейшим атрибутом общества спектакля. Вот как это вот все сочетается в нашем мире сейчас, на твой взгляд? Ну, мне кажется, здесь два вопроса в том, что ты сказал про способы производства и про айфон. Что касается способов производства, да, то здесь довольно все просто, что они определяют политическую структуру и культурные возможности в обществе, да, поэтому ваза у нас может быть одинаковая, а общество устроено, причем ваза и там, и там стоит совершенно по-разному, потому что она производится по-разному, уровень технологий разный, уровень дележа прибыли разный, уровень распределения разный, уровень политического сознания разный. Ну, это простая фраза Маркса, что мельница одного типа дает нам феодализм, а мельница другого типа дает нам капитализм, да, там паровая. И, соответственно, можно предположить, что мельница какого-то третьего типа должна давать нам социализм. Да, это первый момент. А то, о чем ты сказал, конечно, здесь нужен скорее Валерстайн, чем способы производства. И вот международный характер, что Китай играет важнейшую роль. Огромное количество труда происходит там, и этот труд потребляется не там. Китай пытается внутренний рынок развивать, но все-таки почти все, что они… Очень многое из того, что они делают, идет на внешний. И в этом смысл всего того, что там после Мао Цзэдуна, это началось с 80-х годов, происходит. И в этом смысле, конечно, мы имеем вот то, что ты описал, это цепь, мы имеем такую вот международную схему. Это придумали в одном месте, произвели в другом, пользуются в третьем. И это вот Валерстайновские все эти этажи. Это очень просто выглядит вроде бы. Существует центр системы, периферия системы, которая эксплуатируется, полупериферия, которая и эксплуатируется, и эксплуатирует. Казалось бы, что тут думать, первый, второй, третий мир. А с другой стороны, когда открываешь вот эти его тома, понимаешь, насколько это красиво, существующая модель с 16 века, несколько конкурирующих в мире миросистем. В итоге остается одна, как она работает, становится планетарной, глобальной, где ее пределы роста, во что она может превратиться. И здесь любой айфон нас может как бы повести и показать нам, как он синтетически создается американцами, китайцами. И даже с точки зрения, например, того же Верно, о котором я говорил, в каком-то смысле он создается и теми, кто его потребляет, теми, кто пользуется им, кто смотрит рекламу, кто на эту рекламу реагирует. То есть айфон как образ, айфон как какой-то вот единица этого понта, о котором ты говоришь. Это такая символическая экономика капитализма, не менее важная для извлечения прибыли. Ну, может быть, менее важная, но важная по сравнению с непосредственным производством. Да? Слышал, что современные адепты капитализма и даже инвестиционные банкиры считают, что обязательно иметь капитал как настольную книгу. Не объясните, может быть, зачем, что они там видят в этой книге? Не то, что я каждый день общаюсь с такими крупными. Бывает иногда, но это нечасто. И, ну, не знаю насчет настольной книги, но это вот то, что вы спросили, скорее отсылает, знаете, к какой части моего сегодняшнего текста, к двуслойности. Что очень многие люди, во-первых, начнем с того, что люди, прочитавшие капитал, они вообще составляют такой международный клуб, их меньше, чем кажется, и вне зависимости от взглядов там их и так далее, они могут говорить друг с другом на языке определенных цитат, паролей и так далее. Толико не все они марксисты, левые, многие наоборот, первый момент. Во-вторых, почему это так? Это та двуслойность, о которой я говорил, что для очень многих людей, либеральных взглядов, для людей, для которых там в основе свободы в современном мире лежит прежде всего свобода предпринимательства, то есть с марксистской точки зрения свободы присваивать себе чужой труд, даже для них Маркс и его анализ, экономика, исторические рукописи и потом капитал являются неким, ну, как сказать, гениальным рентгеновским снимком этой системы. А вот этот второй слой, он действительно менее убедительный. К нему действительно надо что-то добавлять из Грамча, из Лукача, из там не знаю кого еще, чтобы сказать, что нет, от этого анализа к такому прогнозу мы переходим точно. Это, к сожалению, нифига не точно марксизм. И это чувствует любой внимательный человек, который это прочитал. И в этом смысле есть масса людей, которые просто воспринимают как аналитическую книгу, которая лучше других анализирует и способ возникновения прибыли, и классовые отношения, и товарный фетишизм. Это же действительно очень остроумно, что мы существуем в системе товарного фетишизма. Что это значит в двух словах? Что любая вещь, которую мы воспринимаем здесь, не потому что мы такие глупые, а потому что здесь так отношения построены, она воспринимается, во-первых, как товар, во-вторых, как все остальное. Если мы с вами снимем фильм, мы зачем его сняли? Мы сняли его для того, чтобы его люди смотрели. Но это социалистический, левацкий ответ. В капиталистической системе это не так. Мы сняли его для того, чтобы люди купили билеты и смотрели, для того, чтобы его продать. То есть если кто-то скажет нам, вы показываете свой фильм, мы даем вам те деньги, которые вы хотели, в пустых залах он будет идти, и никто его не будет смотреть. И мы отобьемся с вами и получим ту прибыль, которую собирались. А если кто-то скажет наоборот, вы же для людей его сняли, для людей показываете, зачем здесь билеты? Больше без билетов посмотрит людей? Говорят, ну нет, как же, мы сталкиваемся здесь с формой товарного фиши. Или другой пример, турникет метро. Метро, оно зачем существует? Чтобы человек ехал на нем. Это не так в капиталистическом обществе. Потому что чтобы ехать, достаточно войти. Турникета там не должно быть. Раз турникет стоит и затрудняет вас в ход туда, значит, он существует не для того, чтобы вы ехали, а для того, чтобы вы заплатили и ехали. Оно будет работать впустую, если мы просто заплатим, чтобы поезда ездили за те же деньги пустые. И оно не будет работать, если мы уберем турникеты. То есть вот такие красивые вещи для понимания отношений между нами в этой системе, они пленяют порой, завораживают и гипнотизируют людей совершенно нелевых взглядов, которые говорят, да, это так, но это всегда, наверное, будет так или очень долго. И вообще это круто, в этом есть какой-то абсурд, своя какая-то парадоксальность, свой какой-то кайф. Вот так вот человек немножко всегда наизнанку вывернут, всегда он так слегка расщеплен, вот так все парадоксально функционирует. То есть есть много фанатов марксистского анализа, не марксистов, которые не поддерживают вот этот вот второй слой, футурологический, публицистический, который отсылает нас к Калфгебонг, к преодолению, к переходу этих границ и так далее. В этом смысле маркс-авторитет, конечно, для очень многих, в том числе экономистов не марксистских, там, китсианских и даже либеральных. Какие-то еще реплики? Да, конечно. Вы знаете, вот мне хотелось бы задать вот какой вопрос. Скажите, наверное, все-таки в любой теории есть какие-то аксиомы, какая-то аксиоматика. Вот, скажем, в данном случае от учения Карла Маркса. Предположим, я вам сейчас обрисую ситуацию. Есть капиталист, да? Есть производство. То есть он принадлежит заводы, фабрики. У него есть наемные рабочие, они производят, допустим, какой-то продукт, предложенные в автомобиле, продают, выручку делят, соответственно, на прибыль капиталисту, там, себестоимость, зарплату. Скажите, в этой схеме, вот по классической теории Маркса, всегда присутствует, скажем так, прибавочная стоимость и эксплуатация человека-человеком? Да, я отвечу. Отличный вопрос, спасибо. Нет, вот смотрите, вот, пойти, то есть это считается аксиомой? Потому что я просто вспомнился одним марксистом, который спит на Марксе том и накрывается учебниками Ленина, понимаете? У меня спину рта доказывал, да, что я никто, так сказать, что я капиталист третьего поколения, понимаете? Вы спорили, я бы, ну, я потом, может, приду свои аргументы, почему этот капиталист не является эксплуататором. Ну, как аксиомой, то есть это диалектическая модель мышления. Она предполагает, что в рыночной капиталистической системе вы неизбежно, все ваша экономическая деятельность мотивирована прибылью, а не результатом, да, прибылью, а не результатом. Не надо считать, что это одно и то же и делать синонимы из этих вещей. И потому любая ваша экономическая деятельность, любой бизнес, называйте это как хотите, он, конечно, в силу этого так или иначе построен на эксплуатации. Когда Марксу говорили, ну, у тебя же вот здесь написано в капитале, что 6 часов работать честно, как бы, да, что вот 6-часовой рабочий день, он вот, собственно, затраты какие-то окупает, что здесь эксплуатации нет. Он говорил, нет, вы что, идиоты? Я это применяю просто для, ну, как схематический умозрительный пример показать того, как воруется. Каждая секунда наемного труда расщеплена и разрезана пополам, по-другому не может возникать капитал, возникать прибыль и функционировать капиталистическая система. Если существует наемный труд с точки зрения марксизма, можем соглашаться с этим или нет, но в этой системе мышления это так. Она разрезана, и в ней существует эксплуатация. Да, конечно, это так. Хотя, конечно, здесь можно сказать, а если вы прибыли никакой не получили, значит, непонятно, зачем вы эксплуатировали этих людей, стремились, но у вас ничего не вышло, вы прогорели, где же здесь прибавочная стоимость? Ну, это просто неудачный опыт, вы просто неудачный бизнесмен. Хорошо, тогда реплика, скажите. В этом процессе производства, значит, производится добавочная стоимость, правильно? Ну, добавленный продукт, как сейчас говорят, да? То есть добавленная стоимость. То есть человек что-то взял, что-то он делает, да, вот его труд, да, это есть добавленная стоимость. То есть у рабочих добавленная стоимость есть, допустим, да? У топ-менеджеров добавочная стоимость есть. А вот добавленный, скажите, вот с вашей точки зрения, вот тот капиталист, например, да, который взял такие все ресурсы, например, да, на свой страх риск, изучил, скажем, рынок, предположим, да, занял где-то деньги, предположим, да, закончил там несколько университетов, институтов, понимаете, до этого несколько раз разорялся, да, выбрал определенную нишу, да, вложил ресурсы в эту нишу, изучал этот сегмент, произвел эту продукцию и стал ее удачно продавать. А вот другие к пенсии разорились. Вот он какую-то добавленную стоимость создает в этом процессе или нет, или он ворует эту добавленную стоимость у тех рабочих. Понимаете, о чем я говорю? Вот смотрите, рабочие, у нас есть такая общая фраза, что рынок труда, это когда рабочие продают свою рабочую силу капиталисту. Скажите, а капиталист кому свою рабочую силу продает? Как вы думаете? Хороший вопрос, спасибо, он очень простой, гораздо проще, чем... Капиталист продает свою рабочую силу потребителю, понимаете? Потребитель может не купить его рабочую силу. Это не так, на мой взгляд, это пример абсурдного умозаключения. А это не абсурдное? Но я отвечу на ваш вопрос, он кажется сложным, на самом деле он очень простой. Тот человек, которого вы описали, который изучил рынок, организовал производство, все это наладил, какую-то логистику привлек, он не является капиталистом. Он совершенно не обязательно является капиталистом. Он может быть директором, он может быть менеджером, нанитым и так далее. Капиталист здесь вообще не при чем. Капиталист — это человек, который имеет прибыль с владения, приносящей этой прибылью. Он может быть суперлогистом, он может не быть, он может быть акционером, их может быть 100 тысяч, они могут быть на Мальдивах в данный момент. Это совершенно не важно. Капиталист — это роль, которая не имеет никакого отношения к организации производства. Она имеет отношение к распределению прибыли. А является ли он при этом гениальным менеджером, или он вообще не подозревает, откуда эти деньги берутся, зимние вишни продает в России, он в Австралии сидит. То есть это совершенно другая ситуация. Капиталист может быть гениальным менеджером, а может не быть. Вы описали гениального менеджера, который, наверное, там на тех или иных условиях в капиталистической системе должен что-то получать. Это все понятно. Капиталист здесь ни при чем вообще. Это другая роль. Ну, в то же время, Юрия, понимаете, очень странное рассуждение, например. Вот сидит капиталист, да, ни черта ничего не делал. Вот ему дали денег, да, он пошел там, выпил, закусил, например, взял, накупил, знаете, взял, отдал деньги, накупил, скажем, фабрик, заводов, да, и пошел, значит, гулять дальше. А после этого стало производиться, значит, все, знаете, там, нанял себе менеджеров и так далее, и все они ему сделали, понимаете. Но так, к сожалению, не бывает. Если так было все просто, да, он пошел бы, например, взял бы денег, да, отдал в дверь телефону, понимаете. Когда мы отдаем деньги в банк с вами под проценты, это бывает именно так, и этим занимаются все люди. Мы финансируем неизвестные нам производства в расчете на прибыль. Если человеку принадлежат средства производства, он при этом может быть, понимаете, и что-то делать, и ничего не делать. Но если при этом он определит какие-то стратегические направления, понимаете, стратегия, а что такое неправильное, определить стратегическое направление, это разорится, понимаете. Значит, с вашей точки зрения, если человек, владеющий средствами производства, участвовать непосредственно в этом производстве, он же не является капиталистом? Нет, конечно, является, он просто выступает в двух ролях. Вы же можете на заводе работать и быть ранее. И вообще Маркс никогда не говорил, позвольте я вам отвечу, Маркс никогда не говорил, что существует два класса наемные работники и владельцы средств производства и больше ничего. Он говорил, что существует миллион переходных вещей, и что осознавать антагонизм этих двух ролей, двух классов нужно только для того, чтобы понять, в чем основной конфликт, в чем основное противоречие этой системы. А так, конечно, вы можете работать на заводе, быть немножко рантьевы, чуть-чуть буржуа по средам, а по четвергам вы немножко рабочий и так далее. Это ради бога, это всегда так было, и пока существуют классы и производственные отношения иррациональные ирночные, это так и будет. Читайте мое предисловие, читайте мою книгу. Друзья, давайте последний вопрос, и будем закругляться. Большое спасибо, Алексей. Последний спор. Это, собственно говоря, ответ по поводу нужен ли товар или не нужен. У Маркса, собственно, ответ был вопрос потребительной стоимости товара. И тот товар, который обладает этой потребительной свойскостью, продается. Он и есть, собственно говоря. Собственно, разница между товаром и продуктом. Да. О чем сегодня... Производство делает продукты, а товары делают рыночные отношения. Абсолютно правильно. Товарная форма, она появляется уже на рынке обмена и так далее. Собственно, либо эквивалент, где деньги, даже до денег это все было. Поэтому здесь как раз и есть ответ на вопрос о всеобщем труде и проще. То есть вот тот спор про капитализм и вложенную средства и так далее. Вот второе. Это то, что офшорный капитализм современный, когда, собственно говоря, бенефициары, прибыли всех этих корпораций, они в основном сидят в офшорах и на западе. И у нас тот же самый панамский скандал показал... Новый скандал будет. Сейчас можно я прерву тебя на секунду. Сейчас в Британии. Вот я сегодня ночью включаю РБК. Это мой любимый вообще телевизионный канал. И там паника просто. Гирлянда панических сюжетов, что Тереза Мэй, на самом деле по влияниям Корбина, они про это, правда, не говорят, но неважно, Тереза Мэй приняла решение, и парламент его поддержит во вторник это будет, о том, что будет открыта информация по офшорам. Ну, я не знаю, там на всех или что в Лондоне. И огромные... Вот начинаются панические сюжеты. Первый панический сюжет говорит ведущий. Они начинают пикироваться. Говорят, а почему только русским? Что русские опять второй сорт, какие-то люди, опять русофобия, нас не любят. Другой говорит, ну, может, не только русских откроют. А вот смотри, там в лондонских газетах крупным шрифтом, там только прорусских. Опять как-то нас ущемляют, двойные станции. Ну, может, с Скрипалем связаны? Ну, при чем здесь в Скрипале? Там дело не в Скрипале, а в том, что вот как бы хотят у русских опять отнять чего-то. Следующий как бы сюжет происходит, какие-то парад экономистов, каких-то теоретиков, которые говорят, это большевизм, это русскулачивание, это нас вот там... Мы не ожидали от цивилизованной страны Британии такого отношения, как это открыть офшоры. А если 10 лет назад я вкладывал, тогда от меня не требовали бумаг, а теперь как я докажу, откуда эти деньги? Это вообще недоказуемо. А недвижимость здесь вообще ни при чем. Недвижимость вообще другая. Она принципиально вообще честная, в принципе нажитая, руками построенная. Зачем еще недвижимость сюда приплетать? Как бы, да? И последняя, финальная часть этого сюжета — посол российский, которому они говорят, как вот вообще будут собственности у русских отбирать в Лондоне? Нет. Он говорит, ну, так дипломатично отвечает, мы не знаем точно пока, надеемся, что здесь все-таки законность как-то на страже собственника стоит, но с другой стороны, конечно, вот наши собственные деньги посольства, например, с нами сейчас банк перестал работать лондонский, мы в другой сейчас банк все перенесли. Сейчас непростое очень время, возможно, вся эта по скрипалям провокация вообще сделана только для того, чтобы учить последнюю копеечку у русского человека отнять, до чего эти бритиши охренели, они залезают к русскому человеку в карман, он как со всей душой к ним едет, все лучшее туда везет, в этом лондоне там как-то инсталируется, они этой души знать не хотят, понимать, вот это вот у птицы есть гнездо, у зверя есть нора, и только русскому человеку невозможно нигде голову преклонить и из офшора ничего назад вынуть, как и вот как бы в таком вот все духе это происходит. Извини, что я прервал тебя. Собственно говоря, вот это и есть показатель, что сегодня коренное отличие современной стадии капитализма после неоконсервативной то ли революции, то ли контрреволюции, это офшорная экономика, да, при этом стадия того, что описано при Ленинграде, и прочем, то есть монополистический капитал, он и существует, по сути дела, основные рынки делят так или иначе в мире, ну до 10 корпораций максимум, да, то есть большая часть долей, даже стихийный рынок, IT и прочее, вот производство компьютеров и так далее, в какой-то момент был более стихийный, но к современности он уже дошел в форме монополистической, так или иначе. Да, в этом смысле это как раз еще раз доказывает, что и капитал, и ленинская теория монополистического капитализма, она, собственно говоря, в реальности проявляется. Вот. Другое то, что не было сказано и хочется дополнить, это то, что именно диалектика является коренным, то есть вот и Бернштейн, и легальные марксисты, и все, кто любили ценность, они были не диалектиками, да, и... Смело ты так уволил кучу умных людей из диалектиков. Ну, они действительно... Кантианская диалектика существует, конечно же, это тоже диалектика, но она по-другому работает, чем, собственно говоря, выстроенная в капитале у Маркса, и Ленин как раз в философских тетрадях показывает, что именно чтение Гегеля, оно помогает правильно понять, собственно говоря, теория слабого звена и так далее, то, что родилось. Ильянков так и считал, невозможно капитал понять без науки логики Дегельянской, он ее прочитал, и, собственно, так ее и изложил. Хотя в диалектической логике там много вопросов есть к нему. Что касается же, собственно говоря, и Данилкин об этом пишет, что Ленин именно благодаря чтению в 2014 году вовремя дефонствует и прочее, он и понял, как надо действовать в том кризисе, когда весь второй интернационал стоя на неокантианских, по сути, позициях и позитивистских, потому что я напомню, что Конт, один из позитивистов, вообще был учеником и секретарем Сан-Симона, и как бы в левой идее, в левой традиции не было господства диалектики, да, которое потом в Советском Союзе... Сейчас нет, все левые моралисты в основном они диалектики. Ну, это сейчас тоже деградация, в этом смысле понятно. Но, в принципе, время, вот, собственно говоря, как бы левая традиция философская и диалектический материал, как форма марксизма, главная, основополагающая, вот это вещи разные. Вот, и даже в Советском Союзе был спор в 20-е годы как раз между механитистами и деборинсами, и так далее. Так что вот, и, собственно говоря, последнее, это по поводу, собственно говоря, так, да, собственно говоря, мир системного анализа, то, как мир системный анализ, и легальные марксисты, беря часть без, как бы, класса борьбы, без вот этих вот отношений, они это берут как основу либо для корпоративизма 20-х, 30-х, там, Туган, Барановский, человек, людей очень прекрасно накладываются на стыки марксизма и социал-консерватизма, вот, действительно, некий корпоративизм, и австромарксизм вот, прекрасно помог частично социал-католическому, потом австрофашизму, например. Так что вот, и то же самое сегодня, например, Андрей Фурсов пиарит часть мир системного анализа, для чего? Для того, чтобы объяснить, почему мы должны бороться с Америкой, да, то есть, вот, условно говоря... Вообще такая ватническая мысль, она очень любит Балерстайн, Кургинян постоянно цитирует его и так далее. Да, собственно говоря, вот, именно геополитическая интерпретация мир системного анализа, и, собственно, сам Валенстайн любит ездить к нам тоже и так далее. Вот, скорее, здесь нужно брать теорию зависимого капитализма, потому что сам, потому что недавно скончавшегося еще ряд исследователей, которые действительно продолжают, ну, чисто в марксистском ключе, без соединения, о чем любит там тоже горлецкий поговорить. У Валенстайна скорее традиции, скорее традиции такого третьемиристского подхода у эсеров и неонародников. Тот же Шубин об этом говорил на презентации одного из томов Валенстайна. Вот здесь скорее вот это. А вопрос, собственно говоря, будет ли второй том, и указано ли у вас в предусловии, как бы, вот эти вот металлогические вещи некоторые, про диалектику и так далее. Спасибо. Ты посмотришь, я старался там и про диалектику тоже написать, насколько я к этому способен. На твой вопрос по второму и третьему тому я отвечу чисто по-марксистски. Это зависит только от продаваемости первого тома. Такая вот стратегия издателя. Не знаю, насколько это будет кому-то интересно. Я буду всем, как списанный тормой, с этим носиться и это все навязывать и впаривать. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне уже все равно, мне 43 года. Раньше надо было передумывать. Я буду всю оставшуюся жизнь уже на эту педаль там как бы давить. И у меня здесь что-то стало получаться в последнее это там время. Поэтому вот быстро продадим первый том, конечно, будет и второй, и третий, и там мы снова какую-то редактуру, и какое-то комментирование осуществим. Или нет, вообще это не самая быстро продавающаяся книга, говорю, как сотрудник книжного магазина. На этом мы, наверное, можем... Я думаю, можно как-то подытожить. Ну, нет никаких идей. Спасибо всем, кто пришел и кто сказал. По такой российской традиции вопросам очень часто считается развернутая реплика и какая-то манифестация собственного мировоззрения. И, в общем, как бы я и сам так делаю, когда на какие-то встречи хожу. Спасибо всем, кто высказывался, и спасибо всем, кто какой-то проявит интерес к этой книжке и какой-то моей дальнейшей деятельности по возвращению марксизма в актуальный контекст российской интеллектуальной жизни.